Давайте оценим потери Сбербанка с начала года. Итак, акции подешевели на 57%, в то время как индекс российской биржи снился на 36%, то есть Сбербанк падает быстрее, чем российский рынок в целом. Если мы с вами проанализируем топ-10 российских компаний по капитализации в конце 2021 года, мы увидим, что Сбербанк находился на втором месте с капитализацией 112 миллиардов долларов, немножко уступая Сбербанку. А в конце апреля 2022 года Сбербанк уже находится по этому показателю на шестом месте, уступая Новотеку, Норникелю, Лукойлу, Роснефти и Газпрому. Обратите внимание, Газпром как был на первом месте, так и остался. И вот совсем недавно пришли новости о новых санкциях против Сбербанка. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн ожидает, что шестой пакет санкций ЕС может включать в себя ограничительные меры в отношении Сбербанка России, а также механизм нефтяного эмбарго против Москвы. Мы изучаем российский банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% этого сектора. Так как по слухам будет вводиться поэтапное введение нефтяного эмбарго против России, Сбер для европейцев теперь становится ненужным и против него можно вводить любые санкции, в том числе и отключение от СВИФТа. Такие жесткие санкции против Сбера обусловлены в том числе усилением роли Газпромбанка в международных платежах. Вы наверняка знаете, что через Газпромбанк реализована схема оплаты за российский природный газ. А сам Газпромбанк находится под незначительными санкциями США и под санкциями Великобритании. Но власти этой страны выдали попавшему под санкции Газпромбанку лицензию, которая позволяет проводить платежи банку в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз. То есть текущей конфигурацией теперь раньше неприкасаемым банком был Сбер, а теперь стал Газпромбанк. Следующий фактор, который может ослабить позиции банка уже в России, это фактор ВТБ. В банковской сфере России укрепится государственное дуополе. Второй госбанк страны ВТБ присоединит открытие и банк РНКБ. Схема будет похожа на приобретение контрольного пакета Сбербанка. Правительство внесет банки в капитал группы ВТБ, предварительно выкупив открытие УЦБ. Собранный из трех попавших под санкции кредитных организаций госбанк останется примерно вдвое меньше Сбербанка по активам 23 триллиона и 38 триллионов рублей соответственно. И размеру капитала 2,2 триллиона рублей против 5,2 триллиона рублей. Не говоря уже о количестве отделений. Однако такая консолидация закрепит доминирование государства в банковском секторе и будет означать окончательный отказ от продажи рекордно дорогого санированного открытия. То есть раньше внутри России Сбербанк занимал практически доминирующее положение, а сейчас у него появится очень серьезный конкурент. Конечно он будет несколько меньше по размерам, но все-таки это не будет уже полная монополия. Больше полезной информации онлайн вы можете узнать в нашей группе в Телеграме, которая называется Путь инвестора, а также в нашей второй группе, которая называется Российские акции. Обязательно подписывайтесь, ссылки будут внизу в описании в закрепленном комментарии. Следующий фактор возможного ослабления Сбера внутри России это фактор Потанина. Недавно его группа Интерос приобрела 35% акций группы Тинькофф. В сообщении о продаже доли в ТКС Интеросу отмечается, что банк входит в тройку купнейших банков России по количеству активных клиентов. Общее число клиентов ТКС групп по итогам 2021 года составило 20,8 миллиона человек. И очень важно, что это молодая активная категория, которая растет. Ранее Интерос Потанина приобрел у ССИТ «Женераль» с большим дисконтом «Росбанк». Я уверен, что Тинькофф также был приобретен серьезным дисконтом. А теперь давайте поразмышляем насчет объединения новых банковских структурах Интероса. Сценарий объединения Росбанка с банком Тинькофф вполне возможен. У Тинькофф нет физических отделений, а технологическая платформа сильно развита. Гипотетически объединенный банк Тинькофф-Росбанк мог бы работать на технологической платформе Тинькофф. Росбанк – это банк с некоторым уклоном специализации на корпоративных клиентов. Тинькофф, напротив, ориентирован в первую очередь на розницу. Синергетический эффект в том, что может получиться максимально универсальный банк. По размеру такой банк в топ-5 крупнейших не войдет, но может войти в топ-10. Я считаю, что объединение финтех проекта Тинькофф с его потрясающими сервисами с классическим банком может показать неожиданно сильный результат. И я не исключаю, что консолидация Потанина не закончена, и он приобретет еще какие-то другие банковские активы. И вот мы еще получаем одного сильного конкурента для Сбера. А в самом Сбере теперь поставлена под вопрос его трансформация из банка в IT-платформу. К 2030 году Сбер планировал довести долю нефинансового бизнеса в структуре доходов до 30%. Теперь эта цель под большим вопросом. Вы наверняка знаете, что Сбер выстраивает свою экосистему, но теперь, когда материнская компания находится под санкциями, все ее проекты также автоматически находятся под санкциями. Мы знаем, что Ситимобил уже закрыт, ходят разговоры о том, что кухня на районе будет продана. Что касается других проектов Сбербанка, то они также нуждаются в изменениях. Возможно, доля будет снижена ниже 50%, а возможно, они будут проданы каким-то другим участникам. В любом случае, санкции Запада будут серьезно ограничивать построение экосистемы Сбера, потому что, как мы знаем, IT-платформы очень сильно зависят от западных технологий и программного обеспечения. И в то же время Банк России провел свое исследование. Какие самые надежные вложения для населения России в апреле 2022 года? Так вот, по мнению населения, вклад в Сбербанки – это самое надежное вложение. 38,8% проголосовали за этот вариант. Далее идет недвижимость 24%, золото и драгоценности 21%, наличные рубли 19%, вклад в другом банке – 12%, акции – 9,2%, наличные доллары – 5,1%. Эти данные я привел вас для того, чтобы вы поняли, какая ситуация в моменте. На самом деле, у Сбербанка сейчас доверие граждан на высоком уровне. И те факторы, о которых я говорил вам выше, они повлияют не сейчас, они будут влиять завтра и послезавтра. То есть, это долгосрочные тенденции. Продолжение следует...